Добрый день, дорогие российские участники, уважаемые спикеры и гости нашей программы. Наш сегодняшний вебинар открывает международную программу повышения квалификации под названием «Медиация. Меняется мир, меняемся мы». Меня зовут Вадим, и я буду вести наши сегодняшние и все последующие наши мероприятия от имени их непосредственного организатора некоммерческого объединения «Немецко-российский обмен», сокращенно ДЭИРА. Наша программа нацелена на практикующих медиаторов, а также на профильных специалистов и государственных служащих в области социальной защиты. Цель данной программы – содействие более широкому применению медиативных технологий в таких вопросах, как урегулирование семейных конфликтов, включая налаживание отношений между родителями и детьми и тем самым снижение случаев изъятия детей из семей. Сюда также относится и создание бесконфликтной среды общения между детьми и подростками. Тема нашего сегодняшнего стартового вебинара – медиация в семейных конфликтах в Германии и России. Актуальные тенденции. В течение нашей сегодняшней встречи мы рассмотрим возможность использования медиации как процедуры урегулирования семейных конфликтов и конфликтов в среде несовершеннолетних. Мы получим информацию о правовых аспектах медиации в России и Германии. Мы также обсудим сходства и различия применения медиации, ее принципы и инструменты. Мне хотелось бы сказать пару слов об организаторах и формате нашего мероприятия. Концепция данной программы возникла в результате плотного сотрудничества Берлинской общественной организации «Немецко-русский обмен», ДРА и Московского института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы. Немецко-русский обмен – международная, некоммерческая и благотворительная организация, созданная в 1992 году. Немецко-русский обмен работает с партнерами в Восточной и Центральной Европе и поддерживает сотрудничество между Германией, Россией, Украиной, Белоруссией и другими странами восточного партнерства. В частности, в социальной сфере, в области образования, в области демократии и гражданских прав. Огромное внимание немецко-русский обмен уделяет партнерству столиц Берлина и Москвы и организует в данном контексте проекты в области семейной и молодежной политики. Эти проекты включают в себя как обмен специалистами в области помощи детям и подросткам, так и организацию молодежных встреч самой разной тематики. Сюда относится, в частности, организация программ по обмену профессиональным опытом, как наша сегодняшняя программа, и организация образовательных поездок. С российской стороны организатором выступил Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы города Москвы. Это ведущее образовательное и научно-исследовательское учреждение в области повышения квалификации как руководителей, так и специалистов системы социальной защиты населения. Институт также изучает передовой опыт в социальной сфере, знакомит специалистов с лучшими отечественными и мировыми практиками социальной работы и организует семинары и конференции по социальной тематике, как наше сегодняшнее мероприятие. А идейным вдохновителем и главным консультантом программы стал наш стратегический партнер в социальной сфере – Паритетный союз Федеральной Земли Берлин. Паритетный союз представляет собой головное и патронажное объединение как многопрофильных, так и узкоспециализированных социальных благотворительных организаций. Это самое крупное и самое старое объединение социальных организаций Берлина. Паритетный союз оказывает помощь как молодежи, так и пожилым людям, а также ведет работу по уходу за престарелыми, инвалидами и иными категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке. У нас на следующих семинарах будут присутствовать представители Паритетного союза и, соответственно, сейчас у нас присутствует представитель немецко-русского обмена. Поэтому вполне возможно, что на следующих семинарах у нас будет возможность более подробно поговорить о деятельности наших организаторов. И если будет интерес, вы сможете задать ваши вопросы. А с российской стороны мероприятие проходит под патронажем Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Финансирование программы осуществляется из средств фонда «Германо-российский молодежный обмен». Теперь пару слов о формате нашего мероприятия. Мероприятие пройдет в режиме вебинаров в форме докладов и их последующего обсуждения. Все шесть вебинаров программы будут записываться на видео, затем весь видеоматериал будет опубликован. Поэтому конкретные примеры из практики медиации докладчики представят в обезличенном виде в соответствии с законодательством о защите личных данных. В конце мероприятия каждый участник получит сертификат о прохождении данной программы повышения квалификации. Мне хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на некоторые технические вопросы работы в Zoom. Мы с вами работаем с синхронным переводчиком. Для того, чтобы настроиться на русский канал, вам надо нажать на кнопку «Перевод». Вы видите внизу вашего окошка значок глобуса. Там вы можете настроиться соответственно на русский или на немецкий канал. Теперь в процессе доклада у вас возникнут вопросы к докладчику. Пожалуйста, пишите эти вопросы специально в вопросы и ответы. Вы видите кнопочку F и A. Это вторая кнопка слева. У вас откроется окошко, в которое вы можете писать вопросы только к докладчику. А рядом вы видите кнопочку «Чат». В чате, пожалуйста, вы можете задавать вопросы своим коллегам. Пожалуйста, пишите сюда все вопросы, которые не относятся к докладчику. Потом, после того, когда докладчик закончит свой доклад, я сгруппирую все вопросы и задам их докладчику. Как вы уже заметили, у вас отключены микрофоны. Микрофон предлагаю включать только в том случае, если у вас какая-то экстренная ситуация. Во всем остальном я советую придерживаться именно этого правила. Все микрофоны выключены, чтобы лишние шумы не попадали в общий канал и чтобы это не осложняло работу нашего переводчика. А, собственно, сейчас мы можем уже перейти к докладам. И мне хотелось бы представить наших спикеров. У нас сегодня три спикера. С кратким вводным докладом о медиации выступит наш долголетний партнер Лариса Евгеньевна Сикорская. Лариса Евгеньевна – семейный психолог, медиатор, кандидат психологических наук, доктор педагогических наук, профессор Института дополнительного профессионального образования, автор учебников и монографий. Кроме того, Лариса Евгеньевна является директором Федерального информационного центра молодежных социальных программ. А затем мы предоставим слово нашим следующим спикерам Ирине Пономаревой и Светлане фон Биспарк. Пожалуйста. Лариса Евгеньевна. Я вижу, что госпожа Сикорская, к сожалению, исчезла из состава учебников. Да, к сожалению, ее не видно, поэтому мы сразу переходим к госпоже фон Биспарк. Передаем слово госпоже фон Биспарк, потому что что-то наши русские, российские спикеры почему-то обе отсутствуют, как госпожа Пономарева, так и госпожа Сикорская. Так что добро пожаловать госпожа фон Биспарк. Добро пожаловать. Это, конечно, небольшой сюрприз для меня, потому что меня уведомили, что только в конце буду выступать. И хотела, конечно, немножко относиться к тому, что скажут предшествующие докладчики. Но, тем не менее, я, конечно, могу и сейчас выступать. Я постараюсь пока показать вам слайды своей презентации. Надеюсь, что это видно всем. Это презентация в формате PowerPoint. Большое вам спасибо за приглашение, за возможность выступить перед вами по теме семейной медиации в Германии. Я в рамках таких семинаров уже получила приглашение в прошлом году и с большим удовольствием тогда установила, что и в российских организациях и учреждениях намечается большой интерес к данной теме. Тем не менее, я должна признаться в том, что я немножко удивлена тем, что здесь насчитывается не только 15 участников, а почти 300. Поэтому я немножко волнуюсь, но все-таки я сейчас начну. Вот семенная медиация в Германии, актуальные тенденции. Семенная медиация в Германии существует уже 30 лет. В Германии мы этим занимаемся уже 30 лет. И что касается актуальных тенденций, то, может быть, они не такие уж актуальные. Но мы поближе на это еще посмотрим. Что это означает семенная медиация с нашей точки зрения, вот нашей организации, исполнительным директором, которой я являюсь? Это означает, что мы делаем ставку именно на отношения, на семенную динамику, на то, что отношения должны изменяться с помощью медиации. Конечно же, чувства при этом являются важным ресурсом в нашей работе. И мы, медиаторы, конечно, вот с особым взглядом рассмотрим на детей. Мы считаем, что семенная медиация возможна в случаях конфликтов отношений, то есть до того, как родители или вообще пары расходятся, разводятся. Потому что, конечно, в таких ситуациях возникают конфликты или конфликты в приемных семьях, или же конфликты между поколениями, конфликты в связи со старением человека, или же при разделе наследства в семье. И медиация семенная играет важную роль в конфликтах на семенных предприятиях, потому что 80% всех предприятий являются семенными предприятиями. И очень часто надо решать вопросы наследства, кто будет преемником и так далее. И в этой связи мы, как семенные медиаторы, можем во многом помогать. Семенная медиация в Германии по своей организационной структуре децентрализована. То есть есть так называемые свободные медиаторы, это бывшие адвокаты, например, или те, кто изучал диалоги, который работал в социальной сфере. Но между тем появилось и много медиаторов, которые раньше работали в бизнесе или же в театрах. И в нашей организации нам действительно важно, чтобы у медиатора была так называемая биопрофессиональность. Я потом и более подробно вам расскажу об этом. Конечно, в наших организациях помощи несовершеннолетним работают медиаторы, в других службах поддержки семьи. И эти организации имеют другую организационную структуру на уровне муниципалитетов. Они организованы. У каждого города обычно есть служба помощи несовершеннолетним, есть самые разные службы поддержки, которые работают с разными организациями, которые предлагают консультации с помощью медиации. Но в Германии нет центральной организации медиативного характера. Гарантом является, конечно, хорошее обучение. Были уже закреплены законные основы, например, с 2012 года. Есть закон о медиациях. Там насчитывается только несколько параграфов. То есть это не очень объемный закон. И здесь только немножко урегулировано. Однако с 2017 года было принято постановление об обучении и повышении квалификации сертифицированных медиаторов. Потому что профессия медиатора является незащищенной по своему названию. Все-таки существует соответствующее профессиональное обучение. Надо проходить курсы объемом 120 часов. И в рамках супервизии уже надо заниматься одним случаем. Плюс еще два других в последующих двух годах. И надо же проходить курсы повышения квалификации общим объемом 40 часов. Однако нет у нас органа сертификации. То есть мы сами представляем сертификации. Выдаем их медиаторы. Медиаторы сами должны собирать все свои сертификаты. Никто их не проверяет. Но чтобы все-таки немножко иметь контроль над тем, что делают медиаторы, были созданы разные организации, союзы, которые организуют профобучение медиаторов и которые действительно выдают соответствующие сертификаты. Вот таким союзом является наша организация семейная медиация. У нас насчитывается около 600 членов на федеральном уровне. Есть у нас соответствующие объединения, федеральное объединение специалистов по семейной медиации. Там насчитывается около 3500 членов. И из них лицензии обладают лишь 700, а в рамках нашей организации только 350. Кроме того, есть федеральное объединение медиации в экономике и трудовом мире. Это дословный перевод данного объединения. И германское общество медиации. Плюс еще вот германский форум медиации. Это пять таких объединений, которые разработали общие стандарты по обучению медиаторов. Чтобы иметь инструменты по сравнению с постановлением об обучении и повышении квалификации медиаторов. Потому что мы исходили из того, что общее количество часов для прохождения обучения недостаточным было. Мы исходим из того, что необходимо количество 220 часов. Надо уже заниматься пятью соответствующими случаями, заставлять соответствующую документацию. Надо уже пройти супервизию, пройти курсы повышения квалификации. Кроме того, надо создать соответствующий орган или организацию, которая будет выдавать соответствующие сертификаты. Над этим мы как раз работаем. Пока у нас нет общего значка, который говорит о профессионализации медиаторов. Несколько слов о статистике. Когда нет большого количества, то обычно это хороший знак. То, что мы можем уже сказать, это то, что у нас с судьями медиаторами работают лишь 5% всех медиаторов. Обычно органы поддержки занимаются вопросами родительской заботы над детьми, но предлагается медиация и по другим темам. То есть медиаторы занимаются и другими вопросами, например, содержание детей, имущественные вопросы в семенной среде. Но статистики, кто занимается чем, пока нет в Германии. Мне очень важно говорить о теме детей в рамках медиации, потому что с самого начала эта тема является очень важной в рамках медиации. Например, вопрос прав ребенка, как эти права закреплены в конституциях стран. Мы обсуждаем тему медиации для детей очень живым образом, в том числе и о вопросах конвенции ООН по правам ребенка. И мы очень внимательно смотрим на детей в рамках медиации. Их можно привлекать в весь процесс с помощью генограмм, например. Или же мы напрямую обращаемся к детям или спрашиваем родителей, как вы думаете, что сейчас думает ваш ребенок о вашем кризисе, например. То есть мы их привлекаем в работу непосредственным образом или косвенным образом. Если это непосредственное вовлечение, то, например, вот медиаторы или другой специалист, педагог по социальным вопросам, например, проводят интервью с ребенком, который потом применяется в рамках общей медиации. Мы, конечно, объясняем детям, почему проводится этот интервью. Здесь конфиденциальность очень важна. Или же другой вариант. Ребенок иногда участвует в сессиях родителей, но это не делается в рамках третьего этапа. Но во втором этапе или четвертом этапе, как мы их разделяем, мы можем их привлекать и вовлекать во весь этот процесс. Конечно, в рамках перговоров. Эти перговоры проводятся на уровне родителей. А когда родители на своем уровне уже на пути поиска соглашения, мы можем уже вовлекать детей в этот процесс. Но, конечно, мы очень хорошо должны подготовить родителей именно на эту сессию, в которой участвуют дети. Дети, ребенок, например, всегда сидит в середине. И, конечно же, благополучие ребенка – это самое главное. Столько о вопросе детей в медиации. Теперь о вызовах в связи с пандемией коронавируса. Очень часто медиация сейчас не проводится, потому что, конечно, невозможно было встречаться лично. Однако были установлены горячие линии телефона региональных групп и объединений. Были установлены возможности для онлайн-медиации. При этом нужно было обсудить вопросы конференциальности и безопасности, а также вопрос, с какими инструментами можно было работать. Тут открылась совсем новая наука медиации, и мы, конечно, преследуем все это с очень большим интересом. Также, как мы сегодня проводим замечательный семинар, могу сказать, что мы совсем недавно провели онлайн-конференцию, где было 75 участников, и мы заметили, что можно отлично вместе работать онлайн. Обучение также можно проводить онлайн или гибридным образом. Важно, чтобы во время обучения онлайн также существует саморефлексия. Важно, чтобы программа обучения проходила интерактивно и чтобы играли в ролевые игры. Для завершения хочу еще обратить ваше внимание на международную медиацию в Германии и Европе. Существуют в Германии или вообще также русскоязычные медиаторы, которые являются членами этого объединения. Это объединение, установленное Международным реакционным центром по вопросам семейных конфликтов и похищения ребенка. Они предоставляют консультации на немецком, английском, французском, испанском и польском языках. Они публикуют парашюры в 20 языках. Предоставляют медиаторов, которые всегда работают в парах. Мужчина, женщина, один профессионал одной профессии, один другой профессии. Из разных культур и с разными языками. Центр МИК также проводит обучение на профессию cross-border family mediator. Об этом можно найти информацию на веб-сайте. И занимается исследованиями. Очень часто в Европе проводятся проекты, которые поддерживаются Евросоюзом. В данный момент, например, проводится проект под названием Amicable. Там речь идет о допустимости исполнения соглашения о медиации. И наряду с этим, конечно, проводятся связи с общественностью. Я лично еще совсем недавно была членом правления организации МИК. И еще раз хочу указывать на веб-сайт. Туда можно обратиться, туда можно также позвонить. У них есть русскоязычные медиаторы. И если их будет больше, они будут очень рады. Это все с моей стороны. Большое спасибо. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Я даже не знаю, наложилась ли я в время, временные рамки. Но я надеюсь, что да. Большое спасибо. Мне хотелось бы напомнить, что госпожа фон Бисмарк является профессиональным медиатором, адвокатом, директором Федерального рабочего объединения специалистов по семейной медиации. Также госпожа фон Бисмарк рассказала нам, что она входила в правление Интернационального центра медиации в семейных конфликтах и в случаях похищения детей. Госпожа фон Бисмарк также работает в качестве медиатора в обществе взаимодействия в рамках семейного конфликта и является специалистом по гражданско-правовым аспектам международного похищения детей. Гаагская конвенция. Также госпожа фон Бисмарк разрешает споры о наследстве и о правопреемственности юридических лиц в случае наследования предприятия. Вот я вижу, поступил вопрос, кто берет на себя расходы, связанные с медиацией в семьях? Это очень интересный вопрос и, конечно, очень важная тема в Германии. В принципе, когда вы обращаетесь к медиационным службам или к центрам предоставления консультации для семьи, то это бесплатно, то это оплачивает фонд помощи детей и молодежи. Есть управление по поддержке молодежи, которые предоставляют деньги на это. Другие центры это тоже предлагают бесплатно. В Берлине существует институт, который получает финансирование со стороны Берлинского сената. И родители призывают подать пожертвования в сумме 2% их волового дохода. Кроме этого, медиация не оплачивается государством Германии. Как правило, медиация стоит от 100 до 200 евро в час. И, конечно, многие не могут себе это позволить. Это большая проблема. Мы в федеральном объединении очень сильно выступаем за то, чтобы государство брало на себя эти расходы, так же, как оно берет на себя расходы для судебных процессов. Другой бюджет, бюджет предоставления помощи детям и молодежи тоже мог бы финансировать такие медиации. Особенно, когда речь идет о вопросах содержания или вопросах имущества. Там еще не все ясно. Там есть еще проблемы. Которые имеют право направлять семью на медиацию. Без личного обращения граждан сразу к медиатору. Медиация является добровольной процедурой, поэтому никого не можно заставлять проводить медиацию, но можно направлять семью в информационную беседу. Это могут делать суды, когда бывают конфликты в семье. Суды это могут всегда делать во всех судебных процессах или спорных вопросах. К сожалению, они это делают очень редко. Обычно речь идет о вопросе, как финансируется медиация. И управление по делам молодежи, и консультационные центры для семьи часто направляют родителей на медиацию для того, чтобы они урегулировали свои конфликты. И мы потом вместе с ними выясним, достаточно высокая ли у них мотивация, хотят ли они действительно участвовать в медиации, но процедура является добровольной. Я бы сказала, что в Берлине около 20 тысяч судебных процессов в семейных судах в год. И когда мы думаем, сколько медиации и консультаций проводятся, консультации в виде медиации, то это меньше тысячи в год. Значит, это делается, к сожалению, слишком редко. Какие государственные организации помогают конфликтным супружеским парам в поиске профессионального медиатора? Это делает никто. Это просто не делается. К сожалению, или, конечно, есть отдельное управление по делам молодежи, которые говорят, у нас вы можете проводить медиацию. Обычно это раздельное учреждение, центры поддержки семьи и управления по делам молодежи. Значит, это обычно делало бы управление по делам молодежи. Иначе указывают на объединения, которые это предлагают, и в большинстве случаев также направляют в центры поддержки семьи. Но так как мы оперативная республика, и у нас 16 федеральных земель, это в каждой федеральной земле делается по-разному. Существуют ли предрассудки у семей по отношению к такой процедуре, как медиация? Если да, то какие? И имеются ли различия между русскоязычными и немецкими семьями? Я думаю, что большая проблема для семьи – это расходы для медиации. Многие считают, что они не могут позволить медиацию. Конечно, также возникает вопрос, что это очень сложный процесс для родителей, что это сложно выдержать. Они должны заниматься конфликтом, они должны встречаться с бывшим супругом. Это не каждый сможет. И поэтому некоторые, наверное, говорят, что они этого не хотят, некоторые не чувствуют себя в состоянии. У них нет достаточно доверия в собственные возможности, и хотят передавать эти вопросы своему адвокату. Но, в общем, я бы сказала, что немецкие семьи все чаще используют инструмент медиации, потому что они готовы урегулировать свои конфликты между собой. Это также касается, например, вопроса, кто общается с ребенком, когда. Я в своей жизни проводила медиацию для русскоязычных семей только два раза. Они сначала очень скептически относились, потому что им эта процедура оказалась недостаточно официальной. Они сказали, что они хотят в конце получить какой-то сертификат, какой-то документ от государственных органов. Они просто не доверяли этому процессу. Насколько семейная медиация интегрирована в работу других консультативных центров, таких как, например, профилактика наркотиков, профилактика определенных видов зависимости и оперативная помощь в кризисных ситуациях? Я должна признаться, что не могу вам дать ответ. Мы с госпожей Вендель уже немножко обсуждали этот вопрос, думали о том, о таких ситуациях, как можно предлагать медиацию для таких подростков. Но мне кажется, что это только консультация медиативных средств, которые есть. Но тогда речь уже не идет о том, что мы имеем дело с двумя людьми, человеками, которые сами хотят найти решение своего конфликта. Если у детей или родителей двойное гражданство, например, немецко-русское, украинско-немецкое и так далее, и как ваша организация может решать юридические споры? Мы можем только предлагать медиацию. И медиацию мы предлагаем любому человеку, несмотря на гражданство. Украинское, русское, российское гражданство не играет никакой роли. А какой суд отвечает за семью, за детей этой семьи, это зависит от места жительства данной семьи. Если это, например, случай, что ребенок находится в другом месте, был похищен, то федеральное ведомство юстиции включается в этот процесс. И это тогда уже дело международной организации МИК, которую я вам и представила. Она тогда включается. Возможно, привлечь детей к процедуре медиации в Германии. В общем-то, нет четко установленных директив. Многие родители очень сдержанно относятся к тому, чтобы мы вовлекали их детей в медиацию. Однако есть медиаторы, которые очень часто воспользуются этой возможностью. Они являются очень опытными. И они, наверное, вовлекали бы в этот процесс уже трехлетний ребенок, чтобы узнать, каковы нужды данного ребенка. Но это довольно редко бывает. И чтобы быть уверенными, то, наверное, с возраста десяти лет можно их привлекать. И в этой связи как раз и проводится научно-исследовательская работа. Ограничено ли количество встреч семьи с медиатором? Или же сколько требуется, столько и нужно? Это зависит от конкретного случая. Мы устанавливаем, что три часа нужно нам сначала для того, чтобы выйти из спорных, противоречащих друг друга таких ситуаций, чтобы вообще уже направлять медиантов в конструктивное русло. И только после этого начинается процесс медиации. То есть, если они уже обратились в суд, то нам нужно сначала три часа, чтобы с ними решить вопросы, почему они сейчас готовы пойти на соглашение. Обычно мы проводим от трех до пятнадцати сессий. И я всегда исхожу из того, что если после пятнадцатой сессии мы не могли найти соглашение между медиантами, то, наверное, мы его уже не найдем. Но путь медиативный дает им возможность потом все-таки найти некий компромисс перед судом, но обычно до десяти сессий. И за этим стоит проблема, потому что в центрах поддержки нет достаточного времени для того, чтобы провести десять сессий. Но в наших семьяных центрах мы их проводим. Нет. И поэтому я хотел бы передать слово нашему следующему докладчику Ларисе Евгеньевне Сикорской. Коротко напомню, что Лариса Евгеньевна семейный психолог, мендиатор, кандидат психологических наук, доктор педагогических наук, профессор Института дополнительного профессионального образования. Помимо прочего, Лариса Евгеньевна является директором Федерального информационного центра молодежных социальных программ. Пожалуйста. Лариса, вас не слышно. Добрый день, уважаемые коллеги. Надеюсь, меня слышно. Дорогие наши участники международной образовательной программы, медиатор, меняется мир, меняемся мы. Небольшие технические задержки с нашей стороны. Но вот мы здесь с вами и прежде всего, конечно, хотелось от имени нашего института дополнительного профессионального образования, Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы поблагодарить Германский паритетный благотворительный союз и общественную организацию немецко-русский обмен за то, что мы много-много лет сотрудничаем и реализуем ряд интересных таких проектов. Также хочу выразить благодарность всем спикерам из Германии. Отдельное спасибо Светлане фон Бисмарк, что взяла, так скажем, первый и открыла наш проект. И я рада нашему сотрудничеству. И несмотря на сложные ситуации во всем мире, которые связаны с вирусной инфекцией, мы всегда сможем профессионально общаться вот в таких форматах и находить новые пути решения в тех социальных проблем, которые связаны с семьей и детьми. Немножко я скажу о идее нашего проекта, потому что идея, она проекта, связанная с опытом нашего института по различным программам, жировкам в европейские страны, в том числе в Германии. И особенно средняя жировка, которую прошли наши институты в ноябре 2000-х, создала новые проекты, новые идеи. И тогда появилась цель и образ будущей нашей программы, которая позволит специалистам скорректировать, актуализировать свои профессиональные позиции в контексте такой международной практики и подходов в медиации. Немножко тот проект, простите, я не слышала, но у нас будет шесть встреч, которые как раз и рассматривают то, что сказала Светлана Бисмарк о средствах или, скажем, как инструментарии, которые можно использовать также в работе с семьей, но и также работа медиации по профилактике и коррекции социального людей. Вы видите, это будет 10 декабря. Мы также включили и средства семейные групповые конференции, которые тоже применяют и в европейской практике, и у нас в Российской Федерации. Мы хотим поговорить о технологии, сопровождаемых в общении с ребенком. Это инструмент и практика наблюдения со стороны тех конфликтующих сторон родителей или в кризисе находится семья, но ребенок остается важным, и ребенку нужно общение. Мы поговорим также 16 декабря о использовании методов генограмм для семьи как в медиативной технологии, как средства получения информации в трех и четырех поколениях силы рода. И 22 декабря на заключительном нашем этапе мы будем встречаться по теме метод супервизии как инструмент повышения качества процесса услуг медиации, которые предоставляют специалисты. И для специалистов-медиатов Москвы будет подготовлена площадка итогового тестирования. Все те, кто прослушает все вебинары и пройдет тестирование, будет выдано удостоверение государственного образца о повышении квалификации специалиста. Немного о медиации в Российской Федерации. На основе закона, федеральный закон действует в Российской Федерации с 2010 года, вы видите, за номером 193. Настоящий закон, конечно, закон разработан в целях создания правовых условий для применения в Российской Федерации альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в качестве посредника, то есть медиатора, также содействию развитию разных партнерских деловых отношений и формированию этики делового общения и гармонизации социальных отношений. Также законом регулируются отношения, связанные с применением процедуры правоотношений, в том числе и предпринимательской и экономической деятельности, трудовых правоотношений и, конечно, семейных конфликтах, о которых мы сегодня говорим и программа подготовлена по медиации семейных конфликтов. Определена, что такое процедура медиации. В законе нашем так и записано способ урегулирования споров при содействии медиаторов на основе добровольного согласия сторон в целях достижения или взаимоприемлемого решения. И на основании закона есть еще понятие, кто же такой медиатор. Медиатор – это независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами в качестве посредников в регулировании спора для содействия и выработки спорных решений. Также у медиатора в 2014 году в Российской Федерации вышли стандарты, профессиональные стандарты специалиста в области медиатора. На основании стандартов четко прописаны трудовые функции, трудовые действия медиатора, необходимые знания и умения, которым должен владеть специалист, и уровень квалификации. По данным профессиональным стандартам наш институт разработал и внедрил ряд образовательных программ подготовки медиаторов, повышение их квалификации от 120 часов до 16 часов как актуализация знаний и умений специалиста. Поэтому на сегодняшний день в Москве уже внедрены службы и преимущества тоже уже обозначены. Вы видите на слайде. Это позволяет сохранить какие-то человеческие и деловые отношения. Это снимает психологическое и нейрональное напряжение. Это определяет справедливость решения. Это помогает участвовать всем в переговорах. Это экономит время и силы. Нестандартные решения помогает принимать. И, конечно, соблюдать конфиденциальность и добровольность медиативной процедуры. Для того, чтобы службы, которые были открыты в Москве, я сейчас передам слово Ирине Николаевне Пономаревой. Ирина Николаевна Пономарева была и организатором, и вдохновителем, и сейчас остается координатором служб медиации в городе Москве. И вместе с Ириной Николаевной, ее командой, были подготовлены более 300 человек, подготовлены медиары в городе Москве. И продолжают повышать свою квалификацию, развивать эту систему. Она вас познакомит с результатами, с достижениями и перспективами развития социальных служб в медиации в городе Москве. Спасибо. Ирина Николаевна, вы будете загружать? Большое спасибо, Лариса Евгеньевна. Большое спасибо за ваш вводный доклад. Поступили вопросы. Первый вопрос. Как можно пройти обучение? Обучение организовано на бюджетной основе для Москвы. Подача заявления, направление от работодателя и личное заявление. Для этого иметь высшее образование. Ну и направление от работодателя, от той службы, которой специалист работает. Это для специалистов социальной сферы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. На внебюджете, то есть небюджетный, пока проект у нас не разработан. Я думаю, что это перспективная для нас программа, чтобы все другие желающие специалисты Москвы, а может быть даже регионов Российской Федерации могли участвовать и получить такое образование, повышение квалификации специалиста-медиатора. Большое спасибо. У нас еще есть вопросы. И следующий вопрос. В чем разница помощи психолога и медиатора? Это не дань моде? Нет, это не дань моде, потому что есть основные принципы медиации. И семейное консультирование строится на других основах. Основы психологии семейного консультирования, которые есть другая этапность. Другие встречи, которые подразумевают просто психологической консультации. Медиатор, он должен быть нейтральным, беспристрастным. И эта процедура, которую уже подчеркивала не только я и наши немецкие коллеги, она должна быть добровольной. Спасибо. Следующий вопрос. Конфликтолог тот же медиатор? Нет, не медиатор. Понятно. Следующий вопрос. В чем разница помощи психолога? Этот вопрос уже был. Сколько стоит услуга медиатора в Москве? Лариса Евгеньевна? Лариса Евгеньевна? Да. У нас небольшие проблемы со связью. Коллеги, я здесь. Попадает связь у меня что-то мерцающее. Вопрос был. Сколько стоит услуга медиатора в Москве? Ну, мы говорим пока о государственной услуге. Я думаю, что Ирина Николаевна ответит более компетентно на этот вопрос. Да, хорошо. Я могу сразу ответить? Или в процессе доклада? Как удобно. Как вы... Я думаю, наверное, стоит в процессе вашего доклада. Ну, хорошо, можно так, да. В принципе, могу сразу, потому что, чтобы не отвлекаться, смотрите, для наших получателей услуг социальных центров эта услуга оказывается бесплатна. Если граждане не являются нашими клиентами, то есть не имеют гарантированных от государства по закону прав на мир и социальной поддержки, то они могут ее на платной основе получить на базе наших центров. Расценки у нас невысокие. Это тысяча рублей в час. Но могу сказать по практике, у нас практически не бывает случаев платной медиации. В основном она всегда бесплатна. У меня вопрос. Меня слышно? Да. Некоторые участники задают вопрос, что меня не слышно. Прекрасно. Слышно. Если меня все слышат, тогда я хотел бы уже передать слово Ирине Николаевне Пономаревой, директору центра поддержки семьи и детства Северного административного округа города Москвы. Ирина Николаевна представит нам проект «Бесконфликтное общение. Основы медиативного подхода». Пожалуйста. Спасибо большое. Зовут меня Ирина Пономарева. И кроме того, что я являюсь директором семейного центра одного из крупных округов города Москвы и Северного округа, я еще являюсь руководителем городского проекта по внедрению медиации в работу социальных учреждений города Москвы. И сегодня я хочу познакомить вас с нашим опытом реализации этого городского проекта. Сейчас попытаюсь включить его презентацию. Так, наверное, совместно с использованием звука. Видно мою презентацию? Да, она загрузилась. Подскажите, коллеги. Спасибо большое. Тогда приступаем к моему докладу. Итак, проект, как было уже вышесказано, называется «Бесконфликтное общение. Основы медиативного подхода». С чего же все началось? А началось все с судьбоносной встречи с нашими коллегами из благотворительного фонда помощи детей, семьям с детьми Иванда Мария и студии инновационной психологии «Эго». Партнерами, которые сумели заинтересовать и заразить нас своим проектом и нас, и руководство нашего департамента. И в 2018 году, в середине, точнее говоря, года, этот проект стартовал в городе Москве. Актуальность темы медиации трудно переоценить, особенно в наше трудное время, когда происходит все-таки и рост бракоразводных процессов, и внутрисемейных кризисов, и рост количества детей, которые остаются без конкурсов. Это реалии современного времени, и медиация здесь как нельзя, кстати. Проект стартовал, как я уже говорила, в 2018 году, и основные задачи этого проекта были создание служб медиации в наших социальных учреждениях города, и создание методической координационной площадки по работе этих служб, и координации этой работы, и продвижению этого подхода. Это те основные задачи, которые стояли перед нами. Большей частью, конечно же, они выполнены, а в некоторых случаях мы еще в процессе. Что же сделано на сегодняшний день? На сегодняшний день у нас, коллеги дорогие, сформирован медиативный каркас. В каждом округе города открыты окружные службы. Вот перед вами карта города Москвы с поделенными территориями, и обозначены на этой карте службы медиации. Информация о том, где какая служба функционирует, координаты этой службы, состав сотрудников, контакты, информация о самой процедуре медиации, об алгоритме действий при ее получении, об особенностях технологии. В настоящее время размещена на нашем городском информационном портале для семей с детьми, который называется «Мой семейный центр». То есть любой желающий может легко найти контакты организации и всю информацию по медиации через этот портал. Что же сделано еще? За прошедшее время, как уже было сказано выше Ларисы Евгеньевны Сикорской, было обучено около 300 специалистов наших учреждений. Они прошли дипломированную профессиональную подготовку или переподготовку, получили необходимые профессиональные компетенции. Обучение велось по двум образовательным платформам. Первая обязательная – это получение базовых знаний, позволяющих специалистам пробовать свои силы в качестве медиаторов. И вторая – углубленная для получения супервизорских компетенций. В 2019 году было подготовлено и выпущено два методических пособия, которые в настоящий момент вы видите на экране. Это первое пособие – реабилитация кризисной кровной семьи с применением медиативных практик и создание служб медиации в учреждениях социальной сферы. Специалисты-медиаторы благодаря этим пособиям получили необходимый инструментарий методический для работы с семьями. Был разработан пакет документов для функционирования служб медиации, включающий в себя инструкции по применению процедуры медиации, алгоритм действий специалистов, схема определения медиабельности случая, типовые соглашения между сторонами о проведении процедуры медиации, формы отчетной документации и другие необходимые документы. Методическая поддержка осуществлялась в постоянном режиме, в форме супервизий, на которых рассматривались самые сложные случаи. И в течение 2019 и 2020 годов было проведено 39 таких супервизий. Межведомственное сообщество проинформировано о деятельности служб медиации и активно использует медиатор по регулированию конфликтов и споров. В проведении процедуры медиации заинтересована также служба мировых судей. Но, к сожалению, на сегодняшний день действующее законодательство в части регламентирования сроков рассмотрения дел, поступающих к мировым судям, не позволяет проводить медиативные процедуры, потому что не успеваем по времени. И в настоящее время наши законодатели думают о том, как внедрить эту процедуру в судебные процессы, сделать ее обязательной для каждой семьи до суда, назначаемой в обязательном порядке до судебной процедуры. За период 2019 и 2020 года мы тоже получили некоторые результаты и провели аналитику нашей работы. Что мы можем сказать на сегодняшний день? Да, я забыла выше упомянуть о том, что в настоящий момент в городе работает 76 специалистов, получивших компетенции образования медиаторов в социальной сфере. И вот этим небольшим ресурсом специалистов, потому что город Москва достаточно большой и многонаселенный, можно говорить о том, что это небольшой ресурс специалистов, небольшой человеческий ресурс. Вместе с тем этим ресурсом удалось провести и получить, во-первых, 781 запрос на проведение процедур медиации, из которых 74% медиации проведены с положительным результатом. Это очень хороший показатель качества работы медиаторов. И мы гордимся, конечно, этим результатом. При анализе структуры запросов на проведение медиативных процедур мы можем говорить о том, и вы видите это на экране, что явное преимущество имеют внутрисемейные споры и детско-родительские конфликты. Внутрисемейные конфликты составляют 80 с лишним процентов от всех процедур, которые мы проводим, и 71% это детско-родительские конфликты. Ну и на этом слайде, конечно, показаны процент урегулированных и тех, которые находятся в процессе. В общем, не буду загружать, наверное, очень вас цифрами, но вот вы можете увидеть их на этом слайде. Что сделано дополнительно, учитывая все возрастающий запрос в подростковой среде, в 2019 году на базе нашего центра был запущен пилотный проект, который назывался «Школа юного медиатора». Этот проект для подростков, и он был создан для того, чтобы обучать наших подростков навыкам бесконфликтного общения. Состоялось уже два выпуска «Школы юного медиатора». Подростки получили свидетельство об окончании этого обучения. 35 подростков у нас обучено в этой школе. Эффект превзошел наши ожидания. Мы получили от детей обратную связь и готовы внедрять этот проект совместно с нашими коллегами, благотворительным фондом «Иванда Мария», внедрять его на базе других семейных центров города Москвы. 20 семейных центров уже подтвердили свою заинтересованность в этом проекте. Заинтересованность в проекте проявили и средства массовой информации, начиная с районных окружных информационных платформ и заканчивая городскими изданиями. Неоднократно репортажи с медиативных площадок вели журналисты городских телевизионных каналов. За указанный период только на сайте нашего департамента было более 400 упоминаний и ссылок о реализации проекта. И в средствах массовой информации мы фигурировали более 100 раз. В целях популяризации медиативной технологии в 2020 году нашим департаментом был организован двухнедельный пресс-тур городской, включающий проведение социологического опроса населения на сайте департамента, транслирование тематических социальных роликов в общественном транспорте, проведение серий репортажей о характере деятельности наших служб медиации, проведение городского дня открытых дверей в наших службах и окружных службах. В общем-то, делается очень много для того, чтобы жители города могли иметь представление о том, что такое медиативный подход, о том, что существует такой инструментарий, и он очень доступен для семей и для детей, для школьников, как я говорила уже про наших подростков. В общем, делается очень многое, но, наверное, все равно этого недостаточно, потому что мы всегда сталкиваемся с недоуменными, продолжаем сталкиваться с недоуменными взглядами и вопросами на тему, о чем медиация отличается от медитации. Но вот, да, к сожалению, информационное поле необходимо пополнять и пополнять, и это наша постоянная работа. В целях обмена профессиональным опытом с нашими коллегами в других регионах страны и за рубежом, наши центры службы медиации нашего города, социальной медиации, участвовали в двух стажировочных площадках с коллегами, это в прошлом году, с коллегами в Санкт-Петербурге и Берлине. И я очень рада видеть наших коллег сегодня на этом нашем совместном мероприятии. Еще раз хочу вас поблагодарить за теплую встречу в прошлом году нашей делегации, за то, как вы охотно делились, душевно делились с нами своим уже большим наработанным опытом в реализации этих проектов. Нам это очень пригодилось, и могу сказать вам, что специалисты центров социальных, тех, кто принимал участие в прошлом году в нашей стажировке в Берлине, используют ваши методы и ваши программы, о которых вы рассказывали в своей работе. Еще раз от их лица я хочу вас поблагодарить за этот обмен опытом, за это очень качественное наше с вами взаимодействие, которое продолжается, как мы видим, и в этом году. И что еще хотелось бы сказать, что 19-й год все-таки стал годом формирования на базе наших учреждений единой медиативной платформы, оснащенной профессиональным специалитетом, методическим инструментарием. И это неголословно. Очень важно получить положительный резонанс о своей деятельности от коллег по профессиональному цеху. Представляя нашу технологию в прошлом году на 10-й всероссийской выставке, форуме «Вместе ради детей» мы не рассчитывали, честно говоря, на различные номинации, а просто делились опытом и практическими наработками. Но вместе с тем наша технология получила диплом профессионального признания в качестве лидера в номинации «Сохраните счастье в доме», что было для нас приятной неожиданностью и предметом гордости, поскольку Всероссийская выставка технологий является очень важной площадкой нашей страны, на которой представляются самые передовые и инновационные технологии работы с семьями в нашей стране, в России. И выходя на новый, более качественный, мы надеемся, уровень деятельности, необходимо, конечно, ставить перед собой новые задачи, при этом в каких-то аспектах поддерживая, в каких-то наращивая уже заданную планку. В этой связи мы продолжаем работу в развитии профессиональных компетенций наших специалистов-медиаторов. Перед вами таблица, и вы видите годы 2020, 2021, 2022, и количество специалистов, которые мы планируем обучить методу медиации или повысить их квалификацию. Понятно, что в 2020 году, благодаря пандемии коронавируса, были значительно изменены наши планы, и количество обученных специалистов не самое высокое получилось у нас по итогам 2020 года, это 100 человек. В 2021 году мы планируем уже 270, и в 2022 году 310 специалистов. Далее, конечно же, мы планируем продолжить методическое сопровождение нашего медиативного сообщества, регулярное проведение супервизий для специалистов не менее одного раза в месяц. На постоянной основе будут проводиться конференции, семинары для профессионального сообщества. Хорошей тенденцией становится проведение недели медиации в городе. Полагаем, что в будущем мы сможем два раза в год освещать для населения деятельность наших служб медиации. Ну и, конечно же, продолжится профессиональное взаимодействие с региональными и международными организациями по применению медиативных процедур в работе с семьей. Одну из таких конференций мы планируем в мае 2021 года, и надеемся встретиться на этой конференции с нашими коллегами из Берлина. Следующим шагом мы видим себе создание ассоциации медиаторов в системе наших организаций поддержки, поскольку на сегодняшний день это уже довольно крупная организация, объединяющая в себе, как уже говорилось, более 300 человек, обученных в нашей системе, благодаря нашим коллегам в Институте дополнительного профессионального образования. И, конечно же, это сообщество нуждается и в регулярном взаимодействии, росте, поддержке друг друга и обмене опытом. Ну и, конечно же, профессиональное взаимодействие с организациями в других регионах и других регионах России и за рубежом тоже является нашим планом на следующие годы. Ну и, как я уже говорила, создание школ юного медиатора для подростков на базе наших учреждений – это тоже наши планы на ближайшую перспективу. На сегодняшний день это наши приоритетные задачи. Надеюсь, что нам удастся их выполнить и в следующий раз поделиться другим интересным опытом, который удастся наработать совместно с коллегами. Спасибо. У меня на этом все. Спасибо вам большое за внимание и жду ваших вопросов, если они есть. Большое спасибо, Ирина Николаевна. У нас поступили вопросы. Да, да, хорошо вас. Итак, самый первый вопрос. Чем полезна медиация и какие основные принципы и технологии медиации? Этот вопрос был задан в самом начале вашего доклада. Замечательно. Значит, чем полезна медиация? Ну, понятно, что в наше конфликтное время, как я уже говорила, когда происходит рост числа бракоразводных процессов и рост числа детей, которые остаются без попечения родителей, медиация очень полезна и необходима. При помощи этого метода родители находят способы взаимодействия и дальнейшей жизни со своими детьми, со своими вторыми половинками, поскольку, переставая быть супругами, они не перестают быть родителями. И в данном конфликте очень страдают дети. Решить задачи семьи, которая распадается, без медиатора практически невозможно. Очень много претензий у каждой стороны друг к другу, в том числе имущественных, в том числе по воспитанию детей и их месту жительства. Тех претензий, которые не удается решить при помощи суда, потому что суду очень сложно принимать во внимание все точки зрения. И на площадке суда во время судебных процедур, как правило, сторонам договориться практически не удается. И медиация тут является тем самым инструментарием и палочкой, и выручалочкой для этих семей. Для того, чтобы они смогли дальше спокойно взаимодействовать, воспитывать своих детей и полноценно жить. Ну и очень-очень много, конечно же, у медиации плюсов, как вы уже знаете, коллеги по нашему цеху прекрасно знают. И очень жаль, что до этого, до недавнего времени, несмотря на то, что в 2010 году закон о медиации был принят в Российской Федерации, надо сказать, что до настоящего времени она еще не сильно развита в нашей стране, и не все про нее знают, как я уже вам говорила, не все пользуются этим методом, хотя уже на сегодняшний день мировые судьи, Министерство юстиции понимает необходимость этого процесса, необходимость его внедрения в обязательные процедуры бракоразводных процессов и имущественных споров и межпоколенческих конфликтов. То есть, в общем, переоценить значение этого метода невозможно. И он, конечно же, отличается и от процедуры психологической поддержки, и он имеет значительные отличия и от конфликтологических проблем. То есть, у медиации действительно есть главные принципы, по которым работают специалисты-медиаторы. Один из основных этих принципов действительно беспрестарностность медиатора к процедуре медиации, и он не должен принимать точку зрения ни одной из сторон, не должен давать им никаких рекомендаций, он должен помогать сторонам самим принять какие-то базовые решения и достигнуть соглашения. Вот этим он отличается от психологов. Надо сказать, что в наших службах медиации большая часть специалистов-медиаторов имеют базовое психологическое образование. Ну, это так получилось. Большая часть психологи, меньшая часть юристы, как правило. Хотя мы прекрасно понимаем, что в работе медиаторов очень помогло бы базовое и юридическое, и психологическое образование. Но вместе с тем в основу деятельности специалиста по медиации, конечно же, ложится образование медиативное. То есть он старается забыть о том, что он психолог. Часто это мешает медиатору, как говорят наши психологи, быть истинным медиатором и забыть о том, что ты психолог. Не использовать психологические методики и опыт работы психологом в своей деятельности. Это самое главное для медиатора. Специалисты стараются это делать, стараются забывать об этих знаниях, хотя знания, например, то же самое знания юриста, они тоже могут в какой-то степени мешать медиатору, потому что ему хочется порекомендовать сторонам какое-то точное решение, которое ему видится со своей профессиональной точки зрения. Но вместе с тем рекомендовать он не вправе, он должен добиться этого решения от сторон. Наверное, я ответила на вопрос, как вам кажется, Владимир. Большое спасибо. У нас еще есть несколько вопросов. Один из них. Могут ли граждане выбрать любой из центров медиации в городе или только по месту регистрации гражданина? Могут выбрать, да. Имеют право выбрать любой центр, который им понравится. И обратиться в этот центр. Спасибо. Следующий вопрос. Как вы считаете, в чем основные сложности продвижения реализации медиации в соцслужбах? Ну, наверное, из основных сложностей наших внутренних на сегодняшний день, это отсутствие пока в наших штатных расписаниях должности медиатора. Но это временная сложность, вопрос, над которым работает сегодня наш департамент. Сейчас готовится проект нового штатного расписания, в котором медиаторы будут фигурировать. А на сегодняшний день сотрудники наших социальных служб в штатном расписании, как правило, совмещают свою работу медиатора с основной работой либо психолога, либо юриста или какого-то иного специалиста. Вот на сегодняшний день это сложность, с которой мы работаем. Но понятно, что введение должности специалиста по медиации в штатное расписание наших центров тянет за собой еще несколько вопросов. И это и стоимость этой услуги в государственном задании для работы наших учреждений. То есть это те вопросы, которые затрагивают деятельность экономических структур города Москвы. То есть, скажем так, затрагивают деятельность большого круга наших коллег. И в настоящий момент я уже говорила о том, что Министерством юстиции Российской Федерации разрабатывается проект нового закона о медиации в Российской Федерации. И в рамках работы рабочей группы стоят вот те же вопросы. И о государственном задании, и о стоимости этих услуг, и о внедрении их в штатное расписание государственных учреждений. Вот, собственно, наверное, сегодня основные задачи и проблемы, которые стоят перед учреждениями, внедряющими этот метод в свою деятельность. Спасибо. Следующий вопрос. Пожалуйста, расскажите об интересных, успешных случаях семейной медиации. С примерами, наверное, да, интересно. Ну, собственно говоря, все примеры и случаи успешные, наверное, в любой даже стране у нас с вами одинаковые. Потому что все они ведут к тому, что в семье был погашен конфликт, стороны нашли способ взаимодействовать дальше. Ну, могу рассказать вам недавний случай, который нам посчастливилось урегулировать. В наш центр, в наш семейный центр на стационарное обслуживание был помещен ребенок из семьи, в которой две стороны между собой враждовали. То есть это была семья, в которой этот ребенок имел обоих родителей, маму и папу, и старшего брата, который имел другого отца. То есть мама его родила в первом браке. Вот семья из четверых детей, в котором один ребенок от первого брака, второй от второго. Все жили благополучно, но случилось так, что мама умерла. И в семье осталось три человека. Да, получается, для одного ребенка это отчим, для другого отец и вот эти два сына. Отчим был в жестком конфликте со своим пасынком, то есть со старшим сыном в этой семье. В жестком конфликте, в основном из-за смерти матери, старший сын винил во всем отчима и не мог с ним примириться. В этой обстановке младший ребенок стал пропускать школу, не посещать, не учиться. Ну и в общем, очень много было плохих событий в этой семье, благодаря которым младший ребенок был помещен в наш центр. И мы начали с ними работать. Благодаря усилиям наших медиаторов удалось помирить, казалось бы, совершенно непримиримые стороны отчима и старшего сына. И после чего младший сын сумел вернуться в родную семью. Хотя речь уже шла чуть ли не о помещении в детский дом и о лишении отца родительских прав. Конфликт был очень серьезный, очень жесткий. Ну и таких случаев очень много у медиаторов, я думаю, тоже. Спасибо. Да, это очень сложный случай. Да. И вот еще два вопроса, которые я хотел бы объединить. Оказываете ли вы помощь образовательным учреждениям? Проводите ли вы процедуру медиации в школах? Чем школа юного медиатора отличается от школьной службы медиации? Да, замечательный вопрос. Да, хотелось бы об этом поговорить в том числе. Итак, работаем ли мы с нашими школами? Дело в том, что школы в нашем городе курируют наш департамент образования и науки. А мы подчиняемся департаменту социальной защиты. Вместе с тем, два этих департамента тесно взаимодействуют между собой. И в том числе по данному вопросу. На базе школ в департаментом образования города Москвы тоже открыты службы медиации для детей, обучающихся в школах. Их в настоящий момент в городе Москве 10. Их тоже объединяет единая информационная методическая площадка на базе одного из учреждений департамента образования, который называется городской методический центр. И мы тесно взаимодействуем с коллегами из этого центра. И с коллегами из наших школ. Мы понимаем, что вместе, несмотря на то, что мы коллеги, запросы вместе с тем у нас с ними разные. К ним, как правило, поступают запросы на проведение медиации между учениками и учителями, между подростками друг с другом, если там возникает конфликтное общение, и между родителями и администрацией школы. У родителей часто бывают тоже свои претензии, и они конфликтуют с школами. Вот службы медиации при департаменте образования большей частью решают эти проблемы. А мы, как правило, подключаемся там, когда существует проблема в семейных, семейные конфликты, бракоразводные процессы. Ну и, конечно же, школу юного медиатора. На этом проекте мы объединяемся с образованием. И первые ученики, которые попали в проект школы юного медиатора, это были ученики из близлежащей к нам школы. Мы пришли к нашим коллегам, рассказали о том, что мы можем не просто урегулировать подростковые конфликты, но мы можем и научить детей бесконфликтному общению. И хотим попробовать в пилоте, и приглашаем для участия в этом проекте их детей. И они направили их к нам и из колледжа, и из соседней школы. Дети пришли в наш центр, прошли обучение и пошли с этой технологией в свою школу. Да, мы готовы принимать и в дальнейшем в этот проект подростков из школ. Мы готовы транслировать этот проект нашим коллегам по методической площадке Департамента образования. И вот в данном вопросе мы являемся коллегами. Потому что, конечно, нашего ресурса одного на сегодняшний день будет недостаточно для того, чтобы работать во всех школах города Москвы. Коих 450. Как вы понимаете, это большое количество участников. Большое спасибо. Следующий вопрос. Возможно ли использование медиации при работе с гражданами, имеющими нарушение развития? Сложный вопрос. Ну, хороший, конечно же, вопрос. И мы в любом случае с такими гражданами имеем дело постоянное. Более того, я хочу сказать, что очень часто мы понимаем, что мы имеем дело с такими гражданами, но не имеем доказательств того, что они имеют нарушение развития, как вы понимаете. Они там не освидетельствованы, не встали на учет. И вместе с тем приходят к нам за свои проблемы. И мы пытаемся им помочь. Потому что мы помогаем всем, кто обращается в наш центр. Стараемся. Бывает по-разному. Не могу сказать, что нельзя помочь однозначно. И не могу сказать, что 100% можно помочь. Нужно пытаться. Нужно пробовать. В любом случае. И отказать по той причине, что они имеют нарушение, мы тоже не в праву. Спасибо. Следующий вопрос. Возможно ли у нас использование медиации уже в процессе суда? Да, и даже после суда возможно использование процедуры медиации. Даже после суда. Тогда, когда суд принимает какое-то решение, не удовлетворяющее вторую сторону. И вторая сторона не хочет выполнять решение суда. В таком случае мы в том числе очень полезны. И предлагаем гражданам обращаться к нам. Потому что нужно жить дальше и решать свои вопросы. Спасибо. И вот поступил еще один вопрос. Но, как я понял, вы на этот вопрос уже отвечали. Возможно ли направить семью в ваш центр на прохождение процедуры медиации из другого округа города Москвы? И будет ли это возможно на безвозмездной основе? Как я понял, это возможно и все это осуществляется на безвозмездной основе. Тогда я перейду уже к другому вопросу. Если супруги вдвоем не смогли договориться, как убедить их, что с медиатором втроем можно будет договориться? Ну, наверное, это... Наверное, как убедить, я сейчас вам не скажу. Потому что же, наверное, это инструментарий каждого специалиста. Это какие-то... Это какие-то свои методы, убеждения, да, и способность к убеждению. Но понятно, что у медиации есть свои плюсы, которые необходимо изложить этим сторонам. И если стороны здравомыслящие, как правило, то, конечно же, они оценят эти плюсы и в обязательном порядке согласятся попробовать. Да, мне кажется, вот ответ будет таким. Да, там Светлана хочет что-то добавить. Светлана, пожалуйста. Да, спасибо большое. Мы это называем работой над мотивацией. Я раньше сказала, что иногда требуется до трех часов до того, чтобы мотивировать людей, чтобы они начали медиацию и применять медиацию. Некоторые не хотят тратить много денег на развод, некоторые родители понимают, насколько это важно для их детей, когда проводят медиацию вместе с детьми, когда показывают фотографии. Иногда можно также говорить о том, что еще есть совместное, где есть какие-то совместные пункты. Можно написать временную стрелку, можно смотреть в прошлое. Что произошло, когда вы влюбились, как выглядели хорошие времена в вашей семье. Так что можно попробовать мотивировать людей. И в Германии так, что очень многие хотят решить свои вопросы самостоятельно. И многие действительно боятся судебных процессов, считают неприятным выходить в суд или брать своих детей в суд. Поэтому, когда им показывают, что есть что-то такое, как медиация, они с удовольствием участвуют в этом процессе. Следующий вопрос. эффективно ли предложить пройти телемедиацию, то есть телемедиацию в удаленном формате? Имеет ли это успех или лучше все-таки личное посещение? Мне отвечать. Вы знаете, конечно же, лучше всего личное посещение, но реалии нашего времени 2020 года показали нам, во-первых, необходимость внедрения этих технологий, потому что люди не могут ждать, им нужно решать конфликты сегодня. И в условиях изоляции мы были вынуждены перейти на телемедиацию. И надо сказать, что возможно, что это реалия завтрашнего дня, и что мы действительно в будущем будем именно таким образом работать. Сегодня трудно оценить, конечно, очень много споров на этот счет, да, и касающихся образования в удаленном формате, и касающихся проведения процедур медиации, психологических консультаций. Телемедицина у нас внедряется в 2020 году очень активно. До этого она не была развита так в нашем городе. Поэтому время, наверное, покажет, и мы сможем проанализировать и сопоставить данные положительных процедур и сказать, да, она была более эффективна или менее эффективна. Но на сегодняшний день мы работаем в таком формате, у нас нет другого выхода. Мы вынуждены так работать. Ну и пока никто не жаловался на то, что это как-то мешало. Переход на такой формат как-то помешал бы работе. Спасибо. Как я вижу, у меня осталось два вопроса. Да, Светлана, пожалуйста. Светлана хотела сказать еще свое слово. Это не дополнение. Вот мне хотелось бы тоже задать вопрос, но может быть я потом задам. Следующий вопрос. Если организация вводит должность медиатора, должна ли она будет изменить свой устав? Да, конечно, потому что в устав будут внесены дополнительные услуги. То есть изменится государственное задание организации, в которое войдут услуги по медиации. В настоящий момент стандарт данных услуг находится в разработке, как я уже говорила, и он должен буквально в этом году уже быть внедрен в работу нашего учреждения. спасибо. И теперь поступил вопрос от одного из немецких участников. Как вы помните, вам был задан вопрос, расскажите об успешных случаях медиации. В чем отличается в вашем центре классическая помощь семьям от медиации? Потому что в описанном вами случае в Германии, например, семье бы сразу оказали так называемую социально-педагогическую помощь семье или другие подобные виды помощи. Да, да, очень хороший вопрос. Конечно же, и в нашем центре семье сразу оказали социальные виды помощи. Во-первых, ребенок был помещен в наш центр и уже не проживал в семье. Началась немедленно, сразу же началась работа психологов с ребенком и с его окружением, то есть с его родным отцом и с его старшим братом, и с их родственниками, и с соседями, и с классным руководителем в школе, и с друзьями этого мальчика, то есть все социальное окружение сразу было принято в работу для того, чтобы составить полную картину об этой семье, об участниках конфликт, об членах этой семьи, ну и иметь более ясную картину, что в этой семье на самом деле происходит. Ну, кроме этого, здесь, пока ребенок находился в стационарном отделении, жил с нами, с ним, кроме психологов, работали специалисты по социальной помощи, специалисты по работе с семьей, ему помогали в прохождении образовательного процесса, у него были уже пропуски в школах, и он отстал от школьной программы, здесь ему помогли наверстать упущенное, здесь ему помогли сдать определенные экзамены в школе, для того, чтобы сохраниться в том классе, в котором он хотел, дали возможность пройти тестирование по профессиональной ориентации, чтобы понять, к чему лежит у него душа в будущем, и чем бы он хотел заниматься, занимались всесторонним развитием этого ребенка с целью выявления у него каких-то способностей, талантов, и так далее, и так далее, пробовали различные методы, и параллельно учили его коммуницировать со своей родной, со своей семьей, которая находится в конфликте. Надо сказать, что ребенок очень любил и отца, и своего старшего брата, и конфликт между ними принимал очень болезненно. Поэтому все эти виды услуг естественно оказывались этой семье и этому ребенку. Все социальные услуги, какие у нас принято оказывать нашими семейными центрами поддержки. Но кроме этого, параллельно дополнительно с враждующими и конфликтующими сторонами работал медиатор, бесстрастный такой человек, который помогал им достигнуть соглашения. Потому что споры, как вы понимаете, большей частью были связаны с имуществом, которое, в общем, как казалось старшему сыну, незаконно которым пользуется отец и так далее. Все эти вопросы помог решить именно медиатор. То есть, понимаете, работы психолога в данном случае было недостаточно. Все кивали, говорили, что они все понимают, но при этом не собираются и не могут простить друг другу тех обид, которые они нанесли друг другу. Ну а самое главное, как они говорили, не могут прийти к соглашению о том, как же им дальше жить в той, в этой квартире, которая когда-то принадлежала погибшей матери. Всем вместе оставаться в этой квартире или что с этим дальше делать? Или кто должен уйти из семьи или из этой квартиры? Старший сын настаивал на том, чтобы отчим покинул эту квартиру, потому как не имеет к ней отношения, так как она принадлежала матери. Но он не мог уйти от своего несовершеннолетнего сына, от младшего брата. И старший предлагал лишить в этой связи его родительских прав и передать опеку ему над своим старшим братом. И он настаивал на этом решении. И никакие психологи помочь ему здесь не могли, потому что он очень болезненно относился именно к этому дому, к этой квартире. Но вот донесли, именно медиаторы смогли донести до него, что по-другому никак не получится, кроме как договариваться и как-то жить дальше. И они продолжили жить в этой квартире. И они договорились о сотрудничестве. И они смогли урегулировать многие споры, какие возникали у них по ходу жизнедеятельности. Урегулировать. И ребенок вернулся в семью, стал ходить в школу. В общем, семья полноценная на связи с нами. Ну, вот уже полгода, по-моему, прошло, если не больше, как этот вопрос был решен. Я ответила на вопрос или недостаточно? Да, вот поступила даже благодарность от участника. Важно на секунду прервать. Во-первых, передам вопрос нашим спортерам. Утащите, пожалуйста, заведующие отделения реабилитации ТЦСО медиаторами не являются, проходят ли тестирование. Я направляла вопрос к Порской Анне Марьевой, я думала, что вы там в дальнейшем узнаете. Лариса Евгеньевна ответит, конечно. Да, я отвечу на этот вопрос. Да, специалисты социальной сферы города Москвы могут пройти, это небольшой курс повышения квалификации, я уже говорила в начале, при условии, что пройдут все вот шесть прослушанных, по итогам пройдут тестирование и потом по направлению, которое они направят в ДПО Институт дополнительного профессионального образования и тогда они смогут получить удостоверение о повышении квалификации. Ответила на вопрос? Большое, Лариса, спасибо. Спасибо большое. И я теперь предложил бы, чтобы свой вопрос задала Светлана фон Бисмарк. Да, да. Спасибо вам. У меня не только один вопрос. Первый вопрос. Как долго длится обучение медиаторов по семянным делам? 120 часов, Лариса Евгеньевна, я сейчас не ошибаюсь, правильно? 120? 120 часов у нас была программа. Программа по присвоению квалификации медиаторов 120 часов. Остальные, которые часы меньше, это повышение квалификации, актуализация компетенции в сфере медиации. А 120 это минимальное. Мы, когда были в Берлине, тоже Светлана фон Бисмарк говорила, что в Германии тоже 144 часа. У нас в рамках стандартов и закона о медиации, о котором я уже говорила, минимально 120 часов. На это мы и ориентируемся. И есть программа, которая в два года уже готовит медиаторов в социальной сфере для города Москвы. Большое спасибо. Я тогда говорила, что у нас есть подобное постановление размером тоже 120 часов, но мы члены объединения считаем, что это маловато. Мы хотели бы иметь минимально 220 часов. Вы говорили еще о том, что медиация проводится и между родителями и детьми. То есть одна конфликтующая сторона это родители, а другая это дети. Я задаюсь вопросом, как это работает, потому что в медиативных рамках мы работаем всегда на равных правах, однако дети, они же всегда находятся на уровне ниже родителей, если вы так хотите. Как это работает? Да, конечно же находятся ниже родителей, вместе с тем приходится использовать медиацию, потому что детско-родительские конфликты в подростковой среде это довольно распространенные случаи нашей работы. достаточно успешно здесь используется медиация. чаще всего дело бывает в том, что родители очень конфликтны сами по себе, и поэтому наверное у них вырастают такие дети. То есть в общем конфликтное общение в семье для них естественно, но оно не естественно для детей. И как только дети становятся подростками, они начинают уходить из дома, они начинают игнорировать все правила, которые социальные нормы и правила жизни. И нам довольно часто удавалось посадить их за стол переговоров и договориться о дальнейшем взаимодействии. У нас это получалось. Я могу сказать, что положить Большое спасибо. У меня еще есть парочка вопросов. Один из них выдается ли после прохождения медиации какое-либо заключение по существу спора или нет? Самый главный документ, который должен выдаваться после прохождения процедуры медиации, это медиативное соглашение, которое должно быть подписано между сторонами. Вот этого не всегда удается добиться и поэтому, собственно говоря, это главный документ. Но очень часто две конфликтующие стороны хотят от нас, одна из сторон, хочет получить бумагу о том, что другая отказывается с ней мириться, отказывается от процедуры медиации. Для чего? Для того, чтобы с этим документом пойти в суд и доказать свою правоту и неправоту другой стороны. И вот это очень большая проблема на сегодняшний день, потому что такой документ мы стараемся не выдавать. Мы говорим о том, что мы привлекали эти стороны в процедуру медиации, но, например, не достигли соглашения. И стараемся не выдавать эту бумагу, но они от нас ее требуют. Спасибо. Спасибо. Как я вижу, больше вопросов не поступает. Остался один-единственный административно-технический вопрос. Среди нас присутствуют сотрудники опеки. Мы тоже проходим тестирование. Мы не медиаторы и не психологи. И проходят ли тестирование специалисты регионов? Валерия Евгеньевна, пожалуйста. Да, коллеги, я еще раз говорю, это тестирование для специалистов города Москвы. Специалисты любых учреждений города Москвы могут пройти это тестирование еще раз с условием прохождения всех вебинаров на данной площадке и с последующим направлением своего прохода на эту программу от работодателя. Понятно. Да, большое спасибо. Вот прилетел самый-самый, я надеюсь, последний вопрос. Имеет ли медиативное соглашение какую-либо юридическую силу или нет? Ну, если, Ирина, я вас правильно понимаю, оно не имеет юридической силы. Поэтому на этом я предложил бы закончить наш раунд вопросов и ответов. И тем самым мы заканчиваем наш сегодняшний вебинар. Как он показал, наш проект вызвал огромный интерес. У нас сегодня было более 300 участников. Светлана? Светлана, вы хотели что-то сказать? Я не знаю, как это в России или в Москве, но, конечно, те решения, которые находят у нас в ходе медиации не имеют юридический аспект, потому что это договоренность между, это договор между сторонами по немецкому закону. Это договор, это когда у двоих сторон получается совместная договоренность. Это может быть устно, это может быть письменно. Можно, например, написать, что ребенок находится от пятницы по воскресенье у отца, а от воскресенья по пятницу у матери. Это договор. В Германии это договор. Различие. Могу добавить тоже, да, естественно, что медиативные соглашения в суд наши стороны несут и говорят о том, что они договорились. Договорились о том и о другом. А суд принимает свое решение, где эти договоренности оформлены судебным решением, скажем, да, скажем так. Вот таким вот образом. Да, значит, здесь вот существует вот такое очень существенное различие в процедурах медиации в России и в Германии. Вот. Ну, я, как я вижу, вопросов больше не поступает, поэтому мы заканчиваем наш вебинар и наш следующий вебинар состоится в среду 25 ноября в 14 часов по московскому времени и он будет посвящен технологии сопровождаемого общения с ребенком. И нашими спикерами будут с российской стороны выступавшие сегодня с вводным докладом профессор Лариса Евгеньевна Сикорская, а немецкую сторону представит педагог Катрин Хавличек, руководитель региональной группы Ассоциации защиты детства и молодежи Берлина и Бранденбурга. Вот. И от имени немецко-русского обмена благодарю всех за участие в сегодняшнем вебинаре. Большое спасибо за ваше внимание, за ваши вопросы. Огромное спасибо нашим спикерам и отдельное спасибо нашей синхронной переводчице Сузане Коншак. Да. Спасибо. Спасибо и до следующего раза. Спасибо. До свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok